В большинстве, но они смотрят на этого Бристлбека и отдают тебе отчет в том, что они вообще ничего не могут сейчас делать. Если нападать, то только на Умни Найта. Тем более, Бристлбек под Хэмли Грейсом. Бесполезно что-то с ним делать. Но и так получилось удачно, учитывая, что изначально была атака на Тинни, сделать убийство на двух саппортах. Но заметьте, несмотря на счет, казалось бы разгромки, преимущества практически нет. С СССР телепорт есть, есть ДОС, что убивать они его хотят. Но они его убьют, если он не нажмет ТП, мне кажется. Хотя он помогает немножечко МСС, садит Хамильяров и СССР все-таки делает отсюда телепортацию. Надо было, наверное, пораньше нажимать. Ну, определенный риск был. Определенный риск был, да, определенный риск был. Баунтируны спавнится, берет у нас Тинни и Блинкдай. А, ну понятно, почему он не хотел улетать, потому что он хотел команде на баунтирунах помочь. Может быть, кстати, успеет куда-нибудь еще прийти. С Блинкдайгером он слишком быстро, ПЛА и Дай. Тяжело что-то придумать, Хэмли Грейс, Погоня, ПЛА и Дай. Еще один удар, Purification этого хватает. Надо в других точках играть, Ньюби. Они не могут играть на линии, где находится Бристалбек. Они ничего не могут ему сделать. МСС не успевает отсюда улететь Визаж. Минус два, уже через две секунды появляются баунтируны. На него уже начинает потихоньку доминировать. В таких вот драках мы видим у Ньюби очень мало шансов против Бристалбека плюс Омни Найта. Красавчик с СССР вовремя принял правильное решение. Он осознал, что драться на этой руне он вообще никак не может. Просто сделал Блинк вперед и улетел при помощи телепорта. Однако игроки OG знают, что они из СССР недавно заставили телепорт нажать. И сейчас у него нет ТП. Может быть они попытаются тут как-то подраться с этим Тинни. Попытка напасть на Себастья. На Себастья он успевает повесить на себя команды Легресс. Очень быстро выходит из-под рора. Но тут проказ. Проказ довольно жесткий. Правда тут трещина от Ньюби попадает под двум игрокам команды Ньюби. Драки здесь не будет, судя по всему, больше. Никого убить не смогли Ньюби. OG тоже ничем не могут ответить. Джеракс в боте испытывает... Райдж телепорт. Ставится нажать телепорт и выживает. Надо этот рейдж оставлять, он еще может быть очень полезен. Да. Так. Ну, на Умни Найта мы видим, нападать очень тяжело. Даже если там не было рядом Титана, не факт, что смогли бы убить. Слишком много хп, Purification, Heavenly Grace. Ты его просто не можешь убить. Ну, ТЛ. Понятно, что убить и Синси так же не выйдет здесь. Надо отходить назад. От Кримсон, от Присталбека уже готов. 16 минуты третья секунда. Про Ио мы забыли. Мы его уже не видим очень давно. Но посмотрите, да, какой фарм, какой хороший Нетворс. И Аганим почти есть. Да, друзья, кэрри висп во всех пабах страны. Ну, в общем-то, и раньше тоже был достаточно популярным. Вот когда только его вернули в ЦМ, он был очень забафанным. Мы многие играли, поднимали ПТСа на нем. Сейчас его, конечно, понерфили. Но вот на кэрри позиции мы видим, что Аннатон прекрасно на нем действует. Уже очень много игр выиграл. Попытка напасть на Себастьяна. Рор пока что отсутствует, но скоро будет. Синси забирают пачку крипов и просто уходят отсюда. Тянут время, Ньюби. Вот сейчас уже в открытом столкновении они слабее. То есть если Присталбек придет, вы ему вряд ли что-то сможете сделать. Даже если его там не будут бафать. Пайлайдай, кажется, рискует здесь своей жизнью. Спириты уже замедляют. И он умрет. Очень странное нападение на Пайлайдай. Он кидает птичку, Сайленс в Джеркс, у которой есть Рейдж. Он успел его в этот момент использовать. Конечно, контратаковали. На центре Ньюби давит. Должен забирать здесь башню. Эхо стомп от Нутейла, но грамотные ребята отходят чуть назад. И башня падает. Деньги дополнительные для ССРС. Ужи сюда пришли, но немножко опоздали. Для того, чтобы полноценно подраться. Медальку присутствует. Там и Соллор уже на подходе совсем немножко стоит. Но все, Ужи хотят подраться. И укупил себе Аганим. И смотри, сейчас они просто пойдут в центр и сломают там Т2. И если Ньюби придут туда драться, мне кажется, они могут очень сильно просесть в мидгейме. Евар телепортируется на базу. У него еще нет даже Сакрид Релико. Хотя это, конечно, нормально на 17.5 минуте не выпармить радианс с Медасом. Но тут вот уже нужны как бы вещи. Тут уже нужно потихонечку как-то бороться с игроками Ужи. Ну или просто, не знаю, скипать пачки крипов. Иначе Ньюби рискует все вышки потерять. Что очень плохо. Можно. Вот. Если они нападут на Ана и убьют его, это будет очень круто. Ана делает велокейт. Отсюда на топ. Нет. Но не сможет. Не сможет. Но он поживет. Еще какое-то время у нее есть стики. Но Ингсвелл слишком много контроля. И это позволяет сделать враг на ее. Очень важный враг. Размен на Т1. Команда Ньюби на топе. Честно признаться. Вот когда наши аналитики говорили про это противостояние. Они как раз указывали то, что Ужи здесь являются явными фаворитами. И никто не ожидал от Ньюби такого крутого результата. Да. Выйти в верхнюю сетку. Но я сейчас смотрю на эти макро решения, которые они принимают. И это безошибочные действия. То есть они реально очень круто двигаются по карте. Верхнюю башню сил света атакуют. Контроль руны ДД. Джеракс увидел руну. Но не факт, что его отсюда отпустит теперь. Джеракс ворует рейдж. Расплитер сработал лайфстилер. Явар рейдж нажимает. Надо здесь немножко отъедаться. У него нет телепорта. Явар пытается отсюда убежать. Но тут его встречает Тобсон. Есть тут тиммейт у Явара. Можно просто сесть в крипа. Либо там тиммейты. И попытаться убежать. Явар пока просто пытается убежать на фейзах. И похоже это получается сделать. Явар еще и тосует его поближе к Шрайну. И на этом пока все. Явар воспользовался услугами Тинни Айрлайнс. Поближе к Шрайну прилетел. Спас его в какой-то степени. Но очень опасно так без телепорта гулять. У него КД было на телепорте. Тут в общем-то в рейдж тебе ТПшку-то не сбить. Ну что, Рошан тайм. Есть Гу, есть Медальон. И Рошан упадет достаточно быстро. Для такой минуты с такими героями. Ньюби забирает Т1. Ньюби всегда не отбивают. Да и драться дать. Они не могут физически здесь сражаться. Это невозможно сейчас. Им нужно несколько слотов еще онлайн-дилеров. Им надо вот как раз тягать соперника по разным частям карты. Заставить кого-то телепор сделать. Напасть, убить. Вот как буквально 2-3 минуты назад, когда они Ана забрали. Баунти скоро заспавнится. Вот видишь, они просто забирают пачки крипов. Не дают сопернику подойти к этому. Женщи, Челикенес и Сингсвилл там у Джеракса. Оу, и класс. Он ворует ТОС. Прекрасно сыграно. Джеракс на этой карте хорош. Очень много работы делает. Очень много на себя внимания перетягивает. Успевает через рейдж уйти и не напидеть. Я не знаю, есть ли вообще такая игра в карьере Джеракса, где можно было бы сказать, что он нехорош. Я вот таких не помню просто. Я помню, чтобы другие игроки ошибались. Грубо или не грубо. Но Джеракс, как правило, всегда делает то, что от него требуется. Ну, может, я его, конечно, перехвативаю. Я думал, только один человек в мире не ошибается. Нет, оказывается, их два. Понял. Оказывается, их два. До 11 уровня Рубика. Там скоро линза. Ой-ой-ой-ой-ой, она веселится здесь. Да и на самом деле подходит Тобсон, поэтому можно будет и Явара побить. Телефортов у Явара снова нет. Явар разворачивается для того, чтобы подраться с Тобсоном. Тобсон. Как же больно. Как же больно. Там Явар вроде как только что купил Рейдинс, но не может. Здесь траться один. Поход Джеракс с невидимости. Тост, тост по двоим. Как же сыграно. Максимальный урон внесен. И минус два сделано в этой точке. Next level play. Да, все, что остается делать, это продолжать скипать пачки, продолжать фармить. Потому что с Бристлбеком сейчас подраться невозможно. Тут ведь, понимаешь, даже умнинайта не было рядом. А ты представь, что будет, когда подойдет Себу, будет еще бафы кидать какие-то на Бристлбека, на Ио. Ты же вообще там никого не сможешь убить. Даже если все сделаешь идеально. Ну что, на Т3? 21-ая минута, а Егис есть. Главное не в трон. Таким пиком можно и в трон, на самом деле. Если Ньюбис сейчас нафидит, повыкупается и снова умрут. Но башня падает очень быстро. Вынужденный Ньюбис пройдет клик. Ластера еще нет 8 секунд. Возможно, OG заберут Т3 и уйдут отсюда. Посмотрим. Мне кажется, что будут бараки бить. Снекинг уходит. OG здесь останутся. Снекинг их не стянет. Они здесь останутся, мне кажется, и будут забирать бараки. Хамильный Грейс на Бристлбеке. 3300 хп. Солар Крест, Кримсон, два Брейсера. Что ты с ним будешь делать? Совершенно непонятно. Надо убивать сомпорт. Как же больно я вару. Минус пол лица просто. Но пока Ньюбис действует. Непонятно, как начинать. Йейкс. Полетели. Но там в любом случае есть Айгис. Поэтому это просто выигранное время. Его должны убить Айгис минус. И Снк практически смогли убить. Еще немножко остается. Добивают. Тинни, Тинни без Байбека. Эхо Стомпус. Упили двух игроков. Есть Гуардиан Энджел. Практически по Т4. Дайвит. Команда УДЖИ. Снекинг на ЛОУХП до конца. В погоню за Бисмастером. Бисмастер пытается убежать под фонтан. Отпустит ли его Ана на релокейте. Полетел Снекинг на фонтане. Пока живет Сайланс на Томпсоне. Томпсон, надо отсюда уходить. Он танкует с Миллой. Он танкует с Миллой. Убивает троих. Есть еще вопросы? Стоит ли идти в трон в этой игре? Вопросов нет. Прекрасно. Прекрасно, ООДЖИ. Ну, видишь, как происходит? А я тебе говорил еще минут 7 назад, что это далеко не победа для Ньюби. Хотя первые 15 минут они ведь правда играли идеально. Они забирали все баунти руны. Они круто по макро двигались по карте. Забирали вышки, трейдили их. Не вступали в эти драки с Бристлбеком. Но в какой-то момент пик ООДЖИ набирает критическую массу. И ты ничего не можешь с ним поделать. CCNC пожертвовал своей жизнью для того, чтобы выбить Аегис из Ио. Ну и байбэка у него не было, естественно. Он тут не смог вообще как-то помочь своей команде. Да, очень трудно. Нельзя позволять пику ООДЖИ пятером находиться на карте. Их нужно как-то разъединить. Нужно заставить отойти, дефать вышки. Вот если бы снайкинг не ушел бы, стоп, может быть бы, это было бы реально. А когда игроки ООДЖИ увидели эту телепортацию на мид, они сразу поняли, ага, нас никто не заставит отсюда спорталиться. Значит, просто идем в атаку. А Себастьян, конечно, радуется. Приятная игра, когда ты настолько жестко доминируешь над своим соперником. Что на фонтан можно зайти на 22-й минуте и там побоять героев. И тебя не накажут, да, и тебя не накажут за это. У Тобсона еще Кераса скоро появится. Будет очень много брони у этого героя. Стойкостью ООДЖИ невероятное количество. Их главная слабость это все-таки, вот знаешь, отсутствие жестких станов. Вот, но всего остального у них просто огромное количество. И урон, и стойкость. И возможность ломать вышки. И возможность Рошана забирать. Крутой тимфайт, крутые скиллы. И очень сложно что-то вот сказать в ответы сейчас ребятам из Ньюби. Появляется медалька на Висадже. Очень жестко скаканули графики вниз. Ничего они делали Ньюби. Посмотрите, у них вообще нет никаких там убийств, кроме того, что они забрали башню. Они только погибают, погибают, погибают. 7-14. И ООДЖИ не стесняются еще и пофармить какое-то время. Они спешат заходить на хайграунд. На топе по-прежнему стоит Т2. Байте там СС. Он тут не один, тут лайфтиллер есть. Хорошая атака. И ООДЖИ поднимутся. Ну, очень близки. Гвардиян Энджел, он там магический урон плюс Рейдинс работал. Вот сейчас можно подраться. Вот если сейчас сюда как-то игроки Ньюби смогут стянуться, можно было бы устроить драку. Но МСС отдадут, что в целом, в любом случае, для Ньюби достойно. Да, да. Вот можно бы, ну, никак. Просто никак туда не прийти. Игроки Ньюби были слишком далеко. Террайдин вышки, естественно, там уже давным-давно нет. Поэтому там в пятером оказаться просто нереально. Но если бы это получилось, для Ньюби это была бы хорошая драка. Снова забирают их у нас ООДЖИ. Последние минут 7 доминируют очень сильно на карте. Ньюби пытается пройтись сейчас на вражескую территорию. Попытаться кого-то подцепить, но не выходит. Он не на это могут попытаться убить. Есть кем-ли-грейс от Себастьяна сразу же, поэтому рор давать. Ну, практически бесполезно, слишком недлительным он будет. Да, тут как ни крути, Себастья на ООДЖИ. Вот Тоснусь поближе к тиммейтам. Ну, давайте смотреть. И ОВП через 10 секунд. СССР не может Тоснусь, очень много времени терять. Залетает на Тос, приходит сюда Топсон. Есть Тос, но слишком поздно. Солпинт работал по присталу. Окей, СССР пытается уйти из драки. Очень много урона по нему. Ну и должна погоня продолжить. СССР еще один Тос. Кидает вперед уже героя. И погибает. СССР. Ну и пытается команда Ньюби просто отсюда убежать. Пока есть такой вариант. Убежать-то получилось, только бежать особо некуда. Потому что заставить сейчас ООДЖИ как-то расплетиться будет трудно. А вот-вот будет падать. И ООДЖИ просто пойдут по боту. Пик у ООДЖИ очень нестандартный. Сейчас Керас еще доедет. Уже готов Курьер довозить Керасу для Топсона. Представьте, какой-то важный пример для того, чтобы заходить на граунду. И уже заканчивать эту игру. Рубик просто Бутсов Тревел плюс Линза. Я не уверен, что вообще сейчас есть правильное решение для пика Ньюби. Вот конкретно в данный момент, когда они все стоят на базе, все линии распушены, и ООДЖИ в боте пятером с Керасой, Соларом и Кримсоном, что вообще есть решение, которое позволит здесь отбиться. На кого напасть, как бросить кнопки. Что вообще нужно сделать в такой ситуации? Тараска убьет! Тараска и Кераса появляются вот как раз перед потенциальной дракой. Врыв, но давайте смотреть. Вся команда будет бить одного Топсона. Они начинают бить, но это совсем мало урона. Приходит сюда Анна, Даннерсплиттер, Эхостом посыпили. Птичек МССа, еле живой ССНС, пытается убежать из драки. Его отсюда никто отпускать не собирается. ССНС отправляется в таверну без возможности. Байбэкнуться Топсон. Есть рор на Анна, но ему наплевать. Снэйкинг практически под фонтаном. Топсон идет под фонтан, Топсон идет под фонтан. И можно здесь драться дальше. Снэйкинг еле живой. Под фонтаном еще один минус. Эхостом. Топсон просто бессмертный. Он бессмертный! Золбинг. Топсон просто стоит спиной. Помогает его. Максимальный регент. Трипл килл от Джеракса. Почти все герои покипают после байбэков. И команда Ньюбис дается. Уничтожение! Окей, Джи-Джи. А Пайлайдай. Он понимает, что он просто ничего не может здесь делать. Но ты не можешь выйти из... Из фонтана. Да уж. Ой-ой-ой. Но если есть лучшая игра для плюс морали, это только это. Лучше я не могу придумать. Да, зал просто взрывается аплодисментами после такой зажигательной игры от нынешних чемпионов мира. Потрясающе, конечно. Я не знаю никакой команды, кроме УДжи, которая может сыграть именно так. Именно такими героями, именно такой стратегией. Именно вот так зайти на фонтан 22-й. Магия. Магия команды УДжи. И четкое осознание ресурсов своих позволяет им вот такие вот игры проводить. На драфте. На драфте нужно было сыграть немножечко иначе, на мой взгляд, Ньюби. У них было два решения. Одно из них вспомнили наши аналитики драфта. Это Некрофос. Он бы тут неплохо смотрелся, как мне кажется. А второе решение — это ОД. CCNC довольно неплохо играет на этом герое. И ОД как раз прекрасно справляется вот с такими жирными, непробиваемыми персонажами, потому что она стакивает очень много интеллекта. И потом просто взрывает ультимейтом всех. Ну, в общем, мы это уже не узнаем в любом случае. Пока для них все грустно. Слишком быстрая карта, слишком быстрый проигрыш. И надеемся, что на второй карте все у них получится. Но скоро это у нас будет.